Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где вы, наверное, не верите своим глазам, но это Age of Owners 4. Играть мы будем в новое дополнение, Рассвет драконов, которое вышло, ну, относительно недавно, но на самом деле уже давно, гораздо раньше надо было на него посмотреть, но у меня, к сожалению, не получилось. В общем, будем наверстывать. Вышли драконы, новая фракция, новая магия, новые обилки, в общем, куча всего нового, и на это, естественно, нужно посмотреть. Поэтому давайте не будем откладывать все в долгий ящик, соответственно, три здесь вот у нас уже подруги-победительницы. Слушайте, а все три карты за девчонок играла, что ли? Ну, получается так. Какую карту выберем? Здесь с дополнением вышла новая карта, пепельные земли, но здесь прям, знаете, какой-то сюжет, сюжет, здесь война драконов, всякие вот эти дитли-дудли. Я не хочу, я честно люблю такие карты песочные, чтобы сам себе режиссер, как говорится, сам придумал, сам с кем-то подружился, сам с кем-то повоевал, а здесь вот она, война пепла, здесь два союза драконов есть, и нужно будет или примкнуть к кому-то, или уничтожить всех, в общем, все в этом роде. Поэтому давайте посмотрим, что им другое, расколотые королевства, кажется... А нет, мы не играли, мы вот в дикие земли играли. Да, в дикие земли мы играли с вами прошлую карту. Здесь павшие королевства, побережье, разрушенный мир и короли-претенденты. Контролируют дополнительные города, сам в начале все короли-претенденты находятся в друг другом состоянии войны, тот, кто сможет включить союз со всеми королями или одолеть каждого из них, одержит победу. А, это на самом деле немножко интереснее, чем вот эти вот пепельные земли. То есть здесь сразу получается... Интересно, а другие варианты побед вообще здесь будут? Не будут, просто это, возможно, проблема у нас. По времени будут, так скажем, долго будем их мучить. Ну ладно, расколотые королевства мы с вами не играли, давайте его и посмотрим. А пепельные земли, ну, когда-нибудь. И опять же, мы будем играть за драконов, если против нас будут противостоять одни драконы, я думаю, что это будет не очень интересно, надо все-таки как-то поразнообразнее, что ли. Поэтому давайте выбираем расколотые королевства. Что у нас здесь, побережье, короли-претенденты, понятно, и редко встречаются свободные города, но это даже и лучше. Так, мир, 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 мир. Ну, давайте, наверное, оставим стандартный, 6 игроков, средний мир, классические ходы. Хотя средний мир... Не, давайте, наверное, побольше поставим. А, ну, всего лишь все равно 6 игроков, тогда просто большой. Средний мир, он может быстро закончиться, и мы толком с вами драконов не посмотрим. Поэтому давайте я мир поставлю большой, а очень большой может быть проблема с продолжительностью. Замучимся с вами ходить по карте, чтобы всех победить. Ну, больше 6 игроков поставить нельзя. А, здесь, знаете, наверное, почему больше 6 поставить нельзя? Потому что 2 игрока уже и так есть. Это вот эти короли-претенденты, они уже есть на карте. Соответственно, 6-х еще мы добавим. Мир пускай будет большой, жестокий, все дела. Дополнительный параметр, и это мы с вами ничего не трогаем. Все по умолчанию. Так, ну и создаем свою фракцию. Ящеры. У них есть яд. Эффекты плюс 2 к сопротивлению яду и к такущему ближнему бою с базовой вероятностью применяется эффект отравления. То есть, когда нас будут бить, противник будет отравление получать. Ну, понятно. И снижание боевого дух уменьшается на 50%. Войны реже обращаются в бегство. Ну, посмотрим, пригодится нам это или нет. Ну, и давайте смотреть, кого мы с вами выберем. Ну, ящеры-феодалы. Так себе. Высшие ящеры. За высших ящеров я бы, наверное, даже поиграл. Потому что за высших я ни разу не играл. За варваров я играл. За феодалов, к слову, тоже не играл. Плюс 10 к мировоззрения. Давайте за высших ящеров попробуем. Почему нет? Пускай будут высшие. Ну, темных не хочу. За мастеровых играли, за варваров играли, за мистиков играли. Феодалы-ящеры как-то мне не очень нравятся, наверное. Да, давайте попробуем за высших. Будем нести высшее драконье слово. А, здесь вот смотрим. Что я хочу взять? Вообще, я хочу взять одну темную приверженность. Чтобы нам там перк побыстрее прокачался на опыт за убитых героев. Конечно, мы понерфили. Но все-таки. Служители зла, кстати, можем взять. Ух, как. Так, 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 так. Объединители. Васалы у нас слабенькие. Приверженцы добра. Ну, можно попробовать приверженцев добра взять. Маны зависимые, древние мудрецы, одаренные волшебники, проводники маны. За призыв. Ну, нет, призыв это чисто-чисто туда, в магичку упираться. Это я не хочу. Умелые поселенцы. Быстрее расселяться. Ну, возможно. И плюс один к пределу городов. Да, давайте я, наверное, возьму умелых поселенцев сразу. И возьму себе что-нибудь отсюда. Могучие призыватели. Либо коварные наблюдатели. Давайте возьмем коварные наблюдатели. Просто потому, что могучий призыватель. Если я это буду брать, я опять буду упираться в магию. Я в магию не хочу упираться. Я хочу сейчас поиграть именно за своих юнитов. Города-провинции плюс обзор. Разведчики и универсальный камуфляж. Ворпо сразу с башней будет. Заклинание чары странника действия постоянно. Очень высокая скорость у нас у разведчиков. Будет дополнительный разведчик. Да, мне это нравится. Давайте вот так сделаем. В общем, у меня будут умелые, коварные поселенцы-наблюдатели. Так, что по книжкам? По книжкам я сразу хочу. Вот, кстати, появилась книга эволюции. Новая. Да, примите покровительство над первозданной силой молодых и превратите их в могучных союзников. Омолаживающее восстановление. Исцеляет в 18 здоровье. И получает дополнительную силу. Плюс напоносимый урон. Поинспособность развития. Получает эффект удвоенной силы. Получает способность воскрешения. Слушайте, а вот это интересно. То есть юниты, которые прокачиваются, они у нас не будут умирать. Молодой ползун. Молодой ползун. Окей. Чара ускоренной эволюции. Воины получают опыт. Способность исчезновения, благодаря которой воины 1-2 ранга, здоровье которых упало, исцеляются один раз за бой. Интересно. Юная виверна и жизненные силы дракона. Выбранный народ, обретая жизненную энергию драконов, получает следующие особенности. Давайте, наверное, возьму немножко хаос. У нас еще от этого будет идти. И пастырь есть. Если герой из Тетелева и армия, все его подчиненные способности развития получают минус 20 от содержания, плюс защите, плюс сопротивление. Интересно. Да, давайте выберем. Ну и, естественно, повелитель драконов. Могущный дракон, ищущий новые миры, чтобы направить их развитие по своему разумению. Получает дополнительное золото от сокровища драконов. Предметы героев арсенали дракона приносят дополнительное золото. Ничего себе. То есть мы находим предметы, кладем их себе в арсенал и получаем золотишко. Дракон просто не может на себя надевать ни мечи, ни доспехи. Просто он золото лутает за них. Так, повелитель драконов требует 30 золота в качестве содержания. Не может использовать большинство предметов. Но это понятно. В повелитель драконов есть доступ к могучным трансформациям и навыкам. Это все прекрасно. Вот такой вот у нас красавчик. Дракон порядка. Для дополнительного очка привержите порядку. Дыхание когти наносит урон магии духа. Да давайте, будет дракон порядка. Я же говорю, мы будем веру свою нести. Урон ядом. Не-не-не, дракон порядка будет. Шикарно смотрится. А если природу, допустим, а он не меняется. Это все через настройки. Так, тип чешуи. Так, о, мне такая крупненькая нравится. Прошение на коже. Да нет, кто же, зачем дракон украсится, вы чего? Узор. Ух ты. Не, мне оригинальный нравится, товарищ. Длина крыльев. Ха-ха-ха. Не, давайте максимально. Вот такой вот будет. Длина шеи. Не, ну, все-таки не динозавра, а дракон. Длина тела. Чуть больше пускай будет. Да. Большой дракон, длина ног. Нормальные ноги, поза дракона. Вот так вот будет, как котик. Сидеть. Голова. Нет, не хочу. Да, в принципе, изначально нормальный был. Да, давайте вот такого оставим. Хотя не очень это... Чешуей. А это на крокодила похож. Давайте такой. Рога. Ух, ничего себе. Вот такие вот, пускай, будут рога. Голова. Нормальный голова и цвет глаз. Глаза толком не видно, пускай будут такие. Народ. Народ, народ. Длина рук. Ну, чуть покороче. Вот так вот, пускай, буду. Телосположение очень худенький, но не отдавать. Чуть-чуть поплотнее. Цвет доспехов. Красные, пускай, будут. Головы. Такие, что ли? Правда, лягушка, они больше похожи, чем на ящеров. Давайте вот так вот, что ли. Тип скукунов. На волчках. А еще кто? На пони. Могли бы ящеров, конечно, каких-нибудь добавить. Ну, ладно, пускай... Пускай вот на таких волчках скачут. Ну и все, наверное, почему нет? Хотя, опять же-таки, ящеры. Нет, давайте вот так вот. Пускай на белых лошадях они у нас скачут. Все-таки мы свою веру несем. Все дела. Пускай будет так. Все, поехали. Так, повелитель драконов. Да, ауру... Я даже менять не буду. Аура, аура Раподис. Раподис, аура. В общем, фамилия, фамилия. Аура Раподис. Какой у нас будет? Справедливо. Вот так вот. Так. Название народа. Возвышенные ящеры. Ну, пускай. Да здравствует повелитель драконов. Аура Раподис справедливый. Дракон-созидатель миров. Его драконья сила навсегда изменит будущее возвышенных ящеров. Эти изящные чешуйчатые создания ориентируются в пространстве с помощью языка. Обладают ядовитыми железами. Помогают отгонять противника. Ну, русский язык здесь very good. Поэтому иногда будем сами дочитывать, переводить и так далее. Некоторые считают их бессердечными. Сами они предпочитают определения практичные. Высшие щепетильно относятся к своим традициям. Мечтают поднять другие народы до собственного уровня развития. Народ, первопроходцы, поселенцы. В общем, понятно. Это у нас такие ящеры. Ладно, не буду шутить про РНТВ. В общем, кто понял, тот понял. Рептилоиды. Слово не мог вспомнить. В общем, рептилоиды покоряют мир. Вышли они из, так сказать, своих укрытий. И пошли шороху наводить. На белых лошадях. Так, в мире появился новый правитель. Следуйте окружающие земли и расширяйте свои владения. Ну, здорово. Высшие. Пробужденные у нас. Умелая поселенция. Хладнокровие. Ящеры. Все понятно. Так, пробуждение внутреннего света. Дружный воин враясь с одной клетки. На три хода получают способность пробужденной. Если воин уже обладает пробужденным, то получают дополнительную силу. Развитие, воскрешение, хилочка. Ну, и чары странника. Они вроде как должны у нас сразу действовать. Так, ребята. Продолжаем. Совершенно неожиданное отвлечение произошло. Ну, ладно. Так, что мы исследуем? Молодой ползун. Я, наверное, юную виверну хочу. Давайте ее посмотрим. Теперь смотрим, что будем строить. Я, наверное, хочу начать со склада. А здесь, кстати, для склада и деревяшка есть. И сапилка. То есть давайте мы ее и построим сначала. Здесь будем дополнительно золото получать. Да. И, соответственно, склад у нас должен сейчас ускориться. За четыре хода. Здорово. Что по бойцам? Есть защитники рассвета, рукопашники, сумеречные охотники. Я думаю, что для начала я хочу побольше стрелков. Так, ну и в отряде у нас. Отряд у нас, не сказать, конечно, что очень велик. Когой дракона, оружие четвертого уровня. Наносит очень много урона, кстати. То есть поначалу драконы безумно сильные. Потому что герои других раз, ну, не могут таким похвастаться, прямо скажем, денег, правда, ест много. Ну, 18 урона с повторением. Это пушка. Он же гернаут, хладнокровный яд, ярость дракона. Если здоровье падает, он еще и больше урона наносит. Ну, понятно. Так, ну это классические защитники. Воины со щитом. Прям классическая классика. Щит света у него спящий. Что это? Больше защиты будет. Самонаведение. Плюс один дальность стрельбы. Вот, опять же, какая-нибудь спящая способность. У тебя никаких нет. Ну, и чары странника уже работают. Это здорово. Это прям здорово. Так, здесь пока ничего нет, ничего нет. Ну, давайте смотреть. Я бы, на самом деле, разведчика даже... Здесь край-карты. Ну, давайте. Я разведчиков разделю. Полку от них в плане боя все равно немного. Так вот, Лутецкий мне добудут. Вот, Адского щенка, кстати, нашел. Это прекрасно. Логово чудовища тоже хорошо зачистим. Адский щенок, к слову, он развивается. То есть, вот эта книжка, которая у нас с бонусами на развитие, она будет нам весьма-весьма полезна. Так, это... О! Молодые ползуны, кстати, от которых мы можем вызывать. Яры с дракона, они, к слову, тоже превращаются. Угу. Они плюются. Ну, ладно. Давайте с них начнем. 340, 250. Они, конечно, слабенькие, но их очень много. Так. Поэтому, естественно, пойдем вручную. Ох, ребята, как же я по Age of Wonder соскучился, а? Как же я соскучился. Ну, к слову, за то время, когда я играл последний раз, несколько патчей выходило. В принципе, должны пофиксить некоторые баги, с которыми мы с вами сталкивались в нашем прохождении. Поэтому все относительно лучшей должно стать. Ладно, дракон. Давай поближе подходи. Щенки. Вы как-нибудь с фланга будете заходить, наверное, у меня. Вы. Ну, давайте сюда. Защита и... Стрелки тоже сюда. Защита. А вы, кстати, ядом клюетесь? Да, они ядом клюются, а у меня сопротивляемость к нему. А у них, скорее всего, тоже сопротивляемость к яду. Так, может быть, нам сейчас дракошку бахнуть. Так, а ты как атакуешь? Еще раз. Наносит урон в конусе размером две клетки. То есть, теоретически, если я сюда встану, им будет очень больно. Поэтому я вот так вот встаю и как-то вот так вот выдаю. 15 урона. Они нам на 7 дают. Какие... Живучие, у них все здоровье. Так, ладно. Стрелки. И получается, вы, ребят, тоже влетаете. Так, а у нас, к слову, магия появилась какая-никакая. Можем пробужденного накинуть. Можем на песеле вот это вот накинуть пробужденного. Не-не-не-не, вот это. Да нет, нет, подождите. Блин, нет пока этого заклинания. А, нет, вот двойная способность развить, получает эффект удвоенной силы, получает способность к решению до конца боя. Отлично. Давайте я их сразу забафаю. Чтобы не так страшно их было вперед кидать. Потому что слабенькие они весьма. А вы просто в защиту встанете, не бейте. Они очень слабые. И сейчас, соответственно, вражеские вот эти ящерицы явно побегут их бить. Ну да. Причем еще из фланга обходят. А, нет, они дракончика решили. Может, даже чуть побыстрее. Но дракон пока терпит. Но больно ему. А вот и собачки. Блин, отравили собачек. Отравили собачек. Но эти чуть не умерли уже. Так, вы их добьете? Убивают. Отлично. Минус одни. Лучники неплохо. По этим ребятам могут пострелять. Дракончик. Собачки. Ну, собачки. Давайте, наверное, вот сюда. И кусь. У них тоже ярость дракона, кстати, есть. Неплохо. Маленькие, но драконы. Так, и наш дракон. Наш дракон. Ладно, стреляйте. Небили. Может, подлететь вот этих ребят добить. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Вот этих ребят добьем. Хилиться пока не будем. Не должны они сейчас мне катастрофическому урон нанести. Отправили. А в ответ? Так, ну отлично. Лучники. Получается сюда пробуйте добить. Отлично. Собачки. Еще и кританули. Молодцы. Собачки, вот этих съедайте. Молодцы. Дракошка. Пробуй сюда. Так, ну... Мяски, типа, еще бегают, уворачиваются. Давайте. Съедайте. Ладно, урона много получили. Но повысились. Это замечательно. Что получили? Паука-охотника еще получили. Но обалдеть теперь. Он же тоже развивается. Да, он тоже развивается. Причем он в четвертый тир и завьется. Это очень крутая награда вот сейчас. И сразу повысилась у нас наш Дракошка. Обостренные чувства. Всевидение, кстати говоря. Это очень здорово. Радиус обзора и дальность обнаружения. Может быть даже имеет смысл взять прямо сейчас. Взмах хвостом. А так по площади интересная. Чешуя. Просто гигантская защита будет. И магия духа нас просто не будет пробивать. Плюс 15 к здоровью. Кстати, здоровье-то нам неплохо так по трипалям. Я, наверное, сейчас защиту пока возьму. Потому что... Бьют меня. То есть первые уровни точно у нас Дракон будет нашей основной ударной силой. И надо, чтобы он был защищен. Давайте я возьму защиту. Уже физический урон на 47% мы впитываем. Это здорово. Божественный урон. Еще на 61%. Ну, соответственно, божественный урон не от физического урона. Это скейлится от вот этого, от сопротивления. Так, окей. Тогда нам нужно встать на нашу территорию, чтобы маленько подлечиться. Можно, конечно, было бы бой провести прямо сейчас. Но Дракон сам, видите, в каком состоянии. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Пускай пока стоят. Ну, эти ребятки, соответственно, повысились. Что у нас тут? Ну, Чаро-Странник и действительно бесплатно. Это здорово. Так, 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 так. Все супер. Получили очень классный первый ход, на самом деле. Получили два новых юнита за бесплатно. Это прям пушка. Редко, когда так получается. Но у нас с вами получилось это сделать. Разведка-разведка. Я на самом деле вот сюда, прям в самый край бы зашел. И действительно, это не ошибка. Мы здесь нашли Оракула. Магистрат Симеон Камун, правитель свободного города Оракула, почтитель нас приветствует. Давайте мы его посетим и сразу ему шепчий камень отдадим. Вот, собственно говоря, у нас и появляется наш товарищ вассал. Ну, не прямо сейчас, в скором времени он у нас появится. Это прекрасно. Знаете, что хотел посмотреть? Отправить отчет, политику конфиденциальности? Нет, ничего, наверное, пока не хочу смотреть. Ничего, не буду отвлекаться. Так, получается, ты пройдешь вот здесь, посмотришь. Ну, ты давай по низу. Да, есть здесь бандиты, есть здесь логово, которое надо будет зачистить. Но сначала... А что такое? Еще одно существо в большой клетке. Слушайте, это вообще песня. Дракошки 40 хп. Все остальные, в принципе, целые. Так, нам кто противостоит? Стервятник. Рукопашник. Виверна, вот, которую я сейчас прокачиваю. Она тоже превращается, это здорово. Она тоже рукопашник. Вот этот негодяй. Он еще верткий, не провоцирует неплановых атак. То есть его еще и не прижмешь. Но остальные все рукопашники. То есть чисто теоретически, можно будет как-то даже немножко отлучника, что ли, сыграть. Ну и похилиться надо будет. Да, слушайте, вроде как... Подождите, вроде как настройки. Здесь график не посмотришь, да? Да нет, все на максималках. Я в том плане, что фризов нет. Раньше фризы вот эти были, микрофризы назову их так, даже... В начале боя против небольших отрядов. Сейчас я ничего такого не замечаю. Это на самом деле приятно. Так, вы добегаете. Здесь, в принципе, долетают уже. Но с другой стороны долетают и долетают, и бог с ними. Лечиться, не лечиться. Не, я, наверное, не буду пока. Давайте подождем. А стрелков куда-нибудь вот сюда поставим? И пока ждем. Все, все, все ждем. Они побежали. Ящерки сейчас... О, они это, они, смотрите, какие хитрые. Они хитрые. Но мы сейчас можем подойти поближе. Опять же, вжарить с драконом. Только у подлечить надо будет. Чтоб у него хотя бы 58 здоровья было. Лучники на одну клеточку не дотягиваются. Отсюда. Отсюда тягиваются. Ну, значит, опять-таки, не атакуем, а ждем. На 12, на 18, на 9, на 11. Так, стрелки. Слово, знаете, еще что можно сделать? Можно вот это вот пробуждение сделать. Давайте пробудем. Тебе что дают? Три магии духа для базовой атаки. Но у спящих навыков нету. Это просто дополнительный урон, так скажем. В этих товарищей защиты побольше стало. Ну, стреляя вот в него. 18 сбили. И тоже в защиту. И тоже в защиту. И дракошка тоже в защиту. Как ни крути, а им надо в нас влетать. А мы в защитные стойки. А они в паука стреляют, отравляют негодяя. Влетели в собачек, но на самом деле ничего страшного. В любом случае мы даже через вот это восстановление можем... Айнар, даже сейчас это сделаю. Во-первых, это их захилит. Силу добавила. Но теперь они не умрут в никаких обстоятельствах. Есть прыжок, есть паутинка. Можно за спину с собой собачкой, господи, ящерком прыгнуть. Так, так, так. Так, если я сюда встану, я, получается, и своих задену. Нет, соответственно, не очень хочется. Так, ладно, давайте вот этих покусаем, товарищей. Так. Уками их добью. Соответственно, у лучников у нас руки развязались. Вот, дракошка. Ну давай, ты их шмякнешь. Добить, конечно, не добьешь. Очень больный будет. А здесь вот этих тервятников сейчас добьем. Ай-яй-яй, вот и не добьем. Ну ладно, по крайней мере, их очень мало будет. Мало урона они будут наносить. Отлично. Собачкам больно, но напоминаю, собачки у нас бессмертные. За них мы не боимся. По крайней мере, если все работает так, как должно работать. Руки еще и мощные. Бьют как сильно. Да. Ручки больно кусаются. Тут, как говорится, не поспоришь. Кто нам тут еще выпал? Ледяная виверна выпала третьего. Что такое-то? Игра. Не балуешь. Это топовое развитие получается вот этой молодой виверны. Рукопашное, морозящий взрыв. Все дела. Огонь. Слушайте, вот у нас и полноценный стэк. На самом деле, очень здорово. Правда, по здоровью просели, но ничего страшного. К слову, раньше вот этого не было. Видите, вот эта желто-оранжевая полосочка показывает восстанавливающийся здоровье заход. Раньше такого точно не было. Слово, мы можем сейчас сходить вот сюда и выдвинуться в сторону вот этого логова. Пока их еще немного, мы сможем здесь все это дело зачистить. Да, вот они обитают в наших краях. Это, конечно, здорово. Точнее, не здорово, но зачистить мы их всяко должны. И, на самом деле, нужно еще потихонечку смотреть место для нашего нового города. Понятно, что здесь смысла нет. Потому что здесь уже есть этот городок. Еще бы одного разведчика мне. Я, знаете, наверно, как сейчас делаю? Я вот этого разведчика отправлю вот сюда. А этого разведчика отправлю куда-нибудь вниз. Лучник сейчас достроится. И нужно будет еще одного разведа покупать. Может быть, даже покупать. Потому что на первых порах очень важно узнать всю окружающую информацию, чтобы правильно выбрать место для города. Да, плохо, конечно, здоровье слабо здесь прокачивается. Но ничего страшного. Не прокачивается, то есть восстанавливается. Конечно, строить города вот здесь вот в тылу, ближе к краю карты, это, с одной стороны, может быть даже не ошибка в плане того, что, ну, враг здесь не пойдет. Но, с другой стороны, их можно будет там и в середине игры построить. А все вкусные места в центре карты к этому моменту уже... Вот, сверкающая роща, допустим, есть. Вот это, к слову, и потенциальное место для нашего города. Тем нечего здесь его и надо будет втыкать, чтобы занять вот эту сверкающую рощу. Получается, движемся сейчас в эту сторону. Блин, вот этот регион. А, это получается вот этот с едой. Ну да, его следующим заберем. За 15, за 15. Может быть, имеет смысл даже выкупить. Ну, давайте смотреть, насколько нам не хватает. Да, ребят, я на самом деле это видео буду выкладывать и на ютубе, и на дзене. И кто смотрит на дзене, обязательно зайдите на мой ютуб-канал. Там очень много материалов и по HF4, и по Планетфолу. Потому что многих вещей здесь вот я не объясняю. Ну, или задавайте вопросы в комментарии. Но лучше, конечно, видосики посмотреть. Там и комментариев к ним очень много в плане объяснений механик. И сами видео достаточно такие подробненькие. Ну да ладно, а 150 знаний за каждого героя, поверженного в бою. Окей, это мы, так сказать, медленно, но верно прокачаем. Нам пока это не нужно, потому что с вражеским героем пока не сражаемся. Выкупить. Хотя он и так уже на следующий ход у нас появится. И вот этот региончик, наверное, я для пищи еще выкуплю. И склад у нас появится. Ну, красота. Будет много еды. На старте партии это, наверное, самое главное. Это что такое? Еще и тлеющая крепость здесь есть. Ага, с подземным переходом. Логов дракона. Ой-ой-ой. Логов дракона сильно. Так, я могу напасть. Да, могу напасть. Причем все отряды здесь у нас вступят в драку. Давайте я прямо сейчас это сделаю. Ну, нет, ручной режим. Все эти бои лучше в ручном режиме разыгрывать. Ну, по крайней мере, своих бойцов пощупаете, противников пощупаете. Да и давно я уже не играл. Надо вспоминать механики всякие. Презрачный волчек. Так, драконий. Давай, наверное, вперед лети. Умирай там. Так, вы еще и кидаться умеете, но кидаетесь относительно не сильно. Поэтому я, наверное, не сильно переживаю за тех, у кого вы кинете. Но все равно сильно расслабляться не стоит. Собачки, вы сюда. Тоже сильных не подставляем. Лучники, прячьтесь за щитоносцев. Да, развернулись они на дракона. Это на самом деле неплохо, потому что они так сделали. Дракону можно сейчас уже влететь в ближний бой, но я за него переживаю. Много здоровья он может потерять на всем этом. Наверное, пока вот как-то так. Стрелки тоже сюда. Волк вот этот сильный. Я бы даже сказал, очень сильный. Так, ладно, пауки сюда. Виверно. Слушайте, верно, вот эти кости не может перелететь. Ну что это такое? На собак, наверное, я даже подлечу. Вот так вот сразу, пускай у них будет фуловое хп. И чтобы они точно нас не умерли. Ну, слушайте, это мое общелюбимое заклинание получается. Я очень люблю прокачивать вот таких вот юнитов, прокачиваемых. И заклинашка, которая делает так, что они не умирают. Ну, это вообще, это просто песня. Так, нас отравили. Пауков не отравили. Пауков куснули, а пауки куснули в ответ. Да, пауков, к слову, тоже надо подлечить. Чтобы они тоже у нас не отъехали. Да, я думаю, здесь надо дракону все-таки в волчика влететь. Волк очень опасен, очень силен. Так. Отлично, от них до били. Виверна этих ребят кусай. Ну, пока все. Виверна, терпи. Блин, она их добьет. А прыжок? А, подождите, прыжок же действия оставляет. Да, давайте вот так сделаем. После этого прыжка еще и ударить можно. Я в том плане, что хочу вот этим ребятам враг дать. Хотя, насколько я понимаю, здесь не влияет. Кто добил, опыт одинаково получают. Отлично. Что здесь? Много ресурсов получили. Кошмара получили. Ездовое животное, кстати, очень классное. И анг феникса. Возрождение в пламени. Через один ход после своей гибели воин возрождается с 40% максимального здоровья. Наносит 15% урона воинам по соседству. Действует один раз за бой. Ввинять награду. Подождите, а я могу это использовать? Скорее всего, не могу. Ну да, я. А нет, я анг могу. Слушайте. Ну, вообще, красота. Возрождение в пламени. То есть, у нас теперь он еще и бессмертный. Наш дракон, он умирает и возвращается. Еще и урон наносит соседям. Ну, вообще, песня. Так, драконье дыхание, кстати. Появляется. Ой, древний губернатор. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот эта вкуснота-то какая. Какая вкуснота. А это магия. Драконье дыхание комета. 26 урона святого. Дистанционная атака. Выдохом, наносящий урон всем воинам в радиус одной клетки. По конусу можем атаковать. Либо по линии. Это все дальние атаки, только разные по возможностям своим. Плюс 10 к науке. Конечно, очень круто получить прямо сейчас. Но давайте, наверное, это я дыхание возьму. Дальние по площади. Максимально дистанционная. Потому что к остальным все-таки надо пытаться как-то впритык подходить. Так, отлично зачистили. Здесь, к слову, кто-то стоит еще. Можем новый город строить. Уже, точнее, не новый город, а развивать. А что надо? Пять населения, чтобы дешевле. Но я думаю, что подожду еще немножко. Сейчас библиотеку надо бахнуть. Она со скидкой уже на следующий ход будет готова. Лучник. Сколько стоит, чтобы тебя выкупить? 40? Да, я, наверное, выкуплю прямо сейчас. И сразу искательницу света начну делать. Так, новый регион можем мы присоединить. Новый регион. Здесь, на самом деле, два варианта. Либо производство, либо еда. Я думаю, что я выберу еду. Причем построю пастбище. И плюс 15 еды у нас будет. Да, и на один ход быстрее к нам новый житель придет. Это, естественно, приятно. Если выкупать... Даже не знаю. Форпост, форпост. Ну, форпост надо где-нибудь здесь вот будет строить. Поближе к сверкающей вершине. Слушайте, 400... А, ну здесь нет. Они достаточно слабые. Они достаточно слабенькие. Так, ты посмотри сюда. Получается, дракона мы сейчас ведем сюда. И вас, ребят, мы тоже ведем сюда. Новый город будем строить там. Лучник, беги пока. Будешь помогать отряду нашему основному. Возможно, что-нибудь там интересное сделаешь. Здесь пока ничего не покупаем. Но я думаю, что первый авторитет мы потратим на... На город новый. Можно здесь, конечно, производство себе прибавить очень сильно. Да, давайте я, наверное, вот так вот потрачу. Прибавим себе очень сильно производство. Ой, здесь, кстати, пустота оставит. Здесь кровь Архонта. Плюс 15 боевых заклинаний. Плюс 20 к магии. Поэтому, да, в любом случае я тогда иду в эту сторону. Опять же, что нам сейчас полезнее? Возможно, нам еда полезнее. Получим здесь и 5 еды, и 10 производства. Да, давайте я так сделаю. Через 4 хода у нас будет какой-то пятый житель. Это будет здорово. Так, ну и лавка у нас усилилась. Не усилилась, точнее, не ускорилась. Плюс здесь и золотишко мы будем получать. Я думаю, что если мы это сделаем, это не будет ошибкой. Нам в барде лесопилки надо. Ну нет, давайте еще плюс здесь и золото. Золото нам нужно. У нас дракон много золота тратит на свое содержание. Поэтому золото надо много. Так, призыв юный виверный готов. Давайте смотреть следующее. Спутник ворон для разведчиков. Исчезновение и оберег. Усиленно сопротивлено. Это хилочка еще одна. Давайте, наверное, еще одну хилочку. Так, производство завершено. О, рынок можем сразу построить. Еще плюс 15 золоту. Но, возможно, это тоже не будет ошибкой. Потому что рынок у нас уже ускорен за счет двух ферм. Да, давайте я, наверное, рынок сразу поставлю. Лесопилки, лесопилки. Ну, лесопилки, кстати, здесь вот можно будет построить. Еще и амбар ускорить. Это здорово. Так, призыв юный виверный. Можем сейчас себе его позволить. Но, наверное, пока что не буду я это делать. Ну, банально, нет у меня необходимости в строительстве сейчас еще одного юнита. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мясо какое тут стоит, ребята. Ух ты, героиня. Ничего себе, у тебя колотушка. Молот гномов. Интересная штука. Жалко, что ты ко мне не присоединишься. А, 425, угры. Товарищ четвертого тира там есть. Ну, не знаю. Я, наверное, сначала все-таки хочу город здесь построить. Причем... Ой-ой-ой, еще и... Ну, песня. Тут вот, тут обязательно надо город строить. Так, а где начинается? То есть я прямо сейчас, наверное, не смогу, да? Так, 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 так. Это что? Это просто Лутицкий стоит. Я про то, что если я сейчас сюда построю, здесь будет рудник. Здесь вот эта штучка, вот эта штучка. Да, давайте, наверное, я форпост строю прямо здесь и прямо сейчас. Это очень будет нам полезно. И впоследствии мы это все делать здесь захватим. Еще будет это очень полезно с той точки зрения, что Хилис мы там будем. Это здорово. Так, в плане золота. 0,0 будет у нас его. Ну, не совсем, конечно, 0,0, но мало. Так, разведчик, разведчик. Так, давай сюда. Ну, на следующий ход уже подеремся. Здесь у нас немножечко мы повосстанавливались. Плюс у героя дальняя атака интересная появилась. Мне кажется, кого-то слышал. Так, доступен первый навык империи. Это что у нас? После уничтожения вторжения, вызывания с поводом гор на 10 ходов улучшает отношения со всеми прочими свободными городами на 300. Но это можно взять только с той точки зрения, чтобы побыстрее завассалить нашего... Наш первый, это свободный город, а их слов здесь очень мало будет. Да и вторжений пока у меня здесь никаких нет. Они еще не скоро появятся, поэтому не трогаем, пока мы это копим. Обалдеть, говорящий из природы здесь. Ну, прям песня. Будем мы сейчас в них влетать. Это нам знание даст. А с другой стороны, конечно, хотелось бы уже сюда поближе продвинуться. 435. 425. У нас 470 где-то. Плюс магия всякая, которая, соответственно, силы не учитывает. Я там еще подхилиться немножко смогу. Ты вот кто? Ядовитый стрел. Но этот негодяй дальнобойный. С ним опасно. У меня еще есть слабенькие юниты, которые могут просто отлететь от него. И знания, они не так критичны. Обалдеть. Ну, 795, это, конечно... Ой, тут два героя. Бронзовое логово, которое героев спамит. Это интересно. Ну, слушайте, да, около этого города, конечно, будет страшная заруба у нас. Очень страшная заруба. Так, это что, халява? Халява. И вот халява. Шелковый лабиринт здесь стоит. Бронзовое древнее чудо. Слушайте, ну сюда надо будет прям еще одного героя отправлять. Потому что все прям очень интересно с той стороны. Естественно, это будет все завоевать. Да, ребят, случилась неприятность. Меня отвлекли. Я выключил запись и благополучно забыл ее назад включить. Поэтому не увидели вы бой вот на этой точке. Ну, здесь, на самом деле, не очень сильные товарищи стояли. Поэтому ничего такого сложного и интересного вы не пропустили. Вот так вот бывает, когда чем-то занимаешься очень рьяно, а потом отвлекаешься. Ну, так вот. И давайте, на самом деле, на этом моменте мы с вами и закончим. В следующей серии уже будем здесь город доосновывать, сверкающую рощу захватывать. И вот это движуха, на самом деле, тоже здесь будет очень интересно. Спору здесь даже... Вообще, сколько тут? Ну, 10 ходов еще будет. Ладно, ребят, в любом случае, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.